Привет, красотка! Как ты уже наверняка поняла по названию, по нашей с тобой обстановочке, сегодня мы будем собирать чемодан в свадебное путешествие. Я никогда еще не собирала чемодан в свадебное путешествие и, надеюсь, больше не буду. Честно сказать, я вообще не очень люблю собираться, я не очень люблю делать вот эти вот мешочки, знаете, когда в один большой чемодан нужно положить много маленьких мешочков, чтобы это все было компактно, взять с собой минимум, по-любому что-нибудь забыть. Я надеюсь, мы сюда поместимся. Чемодан у нас сегодня вот такой вот большой, видно, сзади коробка вот эта вот ужасно выглядит, но иначе он падает. Посмотрите, какой красивенький чемодан, очень большой, я надеюсь, что все сюда повисится. Заказывала я его на Simoland себе розовенький, а Денису большой синий, но обманочка такая, что в большом будет моя одежда, а в маленьком Денис. Но он будет вести этот чемодан, а я буду вести розовый маленький. Мы с вами будем собирать всякие бьюти-штучки, и косметика, и уход, ну вот оно лежит, все родное передо мной, и одежда, и обувь, и аксессуары. И на самом деле это видео очень показательное, что я имею ввиду. Я возьму с собой в отпуск, возьму с собой в путешествие, только самое-самое необходимое, самое важное вот в плане каких-то бьюти-штучек, и это означает, что действительно без этого жить я точно не могу. Потому что у меня все-таки есть некие ограничения в килограммах, я не могу взять с собой весь свой дом, хотя очень бы хотела. И первое, наверное, что вы заметили, когда открыли это видео, это вот такая мега красивая шляпа. Там себя не похвалишь, никто не похвалит. Но на самом деле я хвалила не себя, а шляпу. И вообще ее купила не я, но искала я подобную месяца два-три, наверное, и уже такая подумала, ладно, без шляпы поеду. А потом внезапно компания Foreo решила сделать небольшой такой предсвадебный подарок, чтобы в свадебном путешествии я защищалась от солнышка. Денис сказал, мы ее не поместим, я сказала, мы ее поместим, конечно же. Насчет какой-то интересной одежды, что я отдельно даже докупала для путешествия, я вам буду рассказывать, где и что я приобрела. Так что, надеюсь, видео будет вам полезно. Ну что, оставаться мне в шляпы или нет, проголосуйте, пожалуйста, вот здесь вот в опросе. Но, если честно, он все равно ни на что не повлияет, потому что я уже отсняла видео, смонтировала, загрузила на YouTube. Но все равно ответьте, пожалуйста, на опрос, а я пока останусь с ней. И давайте, наверное, раз я все-таки бьюти-блогер, мы начнем с бьюти-штучек. Это декоративная косметика, это уходовая косметика, это все, что касается гигиены зубов. А это очень важно, потому что моя гигиена не прекращается в поездке. Все, мне надоело, я хочу снять. Я вот так вот выложу косметичку, мини-чемоданчик в мега-чемоданчике внутри. Это еще не все, потому что есть еще вот такая косметичка. Есть отдельно вот эта бутылочка и есть отдельно вот этот футлярчик. Это все, что касается моего ухода. И знаете что, я скажу, что это не очень много, потому что очень много всего осталось на моем туалетном столике, в ванной, на тумбочках. И я делаю вывод, что все-таки я взяла мало. Вот в этой вот невероятной вещи лежит и вся моя декоративка, которой я буду пользоваться. Представляете, вот здесь вот. И также уходовая. Уходовая у меня все же больше, нежели декоративки. Сразу же начнем с лица. Все, что касается очищения, это моя любимая мастелярка. Я даже ватные диски беру с собой, все свое ношу с собой. Вещь, которую я пыталась заменить, потому что она слишком большая. Но не получается у меня ни во что не перелить, не найти миниатюру. Поэтому вот такая вот большая бандура, но невероятно классная. Это очищение лица. После мастелярки я еще вот этой умывалочкой прохожусь. И щеточка Форео. Очень классно в путешествиях. Она зарядку держит, мне кажется, полгода. Можно использовать в душе, в ванной. Я прям представляю, как я после самолета, после тяжелого перелета буду расслабляться вот этой вот стороной, антиэйдж эффектом. И что классно, это такая, знаете, универсальная вещь, потому что все же, когда я очищаю щеточкой лицо, происходит небольшой пилинг. И благодаря этому я не беру с собой отдельное пилинг средства. Хотя пилинг это очень важно, и им нужно заниматься каждый день. Так вот, в такие моменты, когда я ограничена в количестве вещей, я не беру с собой никакие пилинги, никакие маски с скрабирующими эффектами. Будь достаточно одной только щеточки. Так, это у нас вот тандем. Тоник. Крем для лица. Я решила не делить их на две категории и не брать две баночки и утренний, и вечерний. Плавно переходим к зубам. Здесь у меня отдельная щетка, у меня все непросто. Щетка у меня в вот таком суперудобном тревел-варианте. Здесь сразу же две насадки, она электрическая. Мой гигиенист опять забраковала щетку, которой я пользуюсь, сказала, что нет, это не подходит. Особенно для твоих зубов. И мне нужен был более эффективный подход к чистке зубов, поэтому у меня целая такая щетка с собой. Монопучок. Также в отдельном футлярчике. Это такая маленькая щеточка с часто набитыми щетиночками, чтобы очищать зубик прямо вот рядом с десной, между зубами. Зубная нить сплат у меня сейчас у нас с кедровым орехом. Дальше ёршик для зубов. Я вообще себя чувствую каким-то пожилым человеком, который занимается зубами больше, чем любой молодой. Потому что у меня с собой даже есть капы, вы понимаете? То есть чисто челюсти в футлярчике. Это капы по моим зубам сделанные. Я сюда выливаю средство. Средство, которое укрепляет эмаль, которое питает мои зубы кальцием. Вот такой вот гель называется Тусмуз с ароматом дыни. И я 40 минут по вечерам вот так вот сижу и напитываю свои зубы кальцием. И последнее, обещаю, последняя вещь, связанная с зубами. Это вот такой вот растворчик. Рассепт называется с хлоргексидином. Эта штучка нужна для того, чтобы у меня меньше и медленнее было всяких кариозных процессов в ротовой полости. И такой штучкой нельзя пользоваться дольше, чем неделю в месяц. Эта неделя ровно выпадает на свадебное путешествие. Поэтому, что поделать, я в любом случае беру ее с собой. И что здесь еще находится, это мои очки. Потому что без них я никуда. У меня все-таки минус 4. Пока мы далеко не ушли по уходу. Вот эта вот вся косметичка связана с уходом за волосами. Я прям не буду вам все-все-все показывать. Здесь просто есть шампунь-бальзам. Маленький гель для душа от Ифраше. Он очень такой, знаете, концентрированный. Поэтому нам его хватит на всю поездку. Мне кажется, вообще сполна. Хотя, конечно, в отелях, наверное, будет гель для душа. Но на всякий случай. Русские люди все берут с собой. Дезодорант, спрей для волос, который термозащитен. Масло для волос, капли для глаз. В качестве маски для лица я взяла от Клиник маску Moisture Surge. Это такое прям сильное увлажнение. Не пропускаем моменты ухода, даже во время поездки. Пощеска. Что вы думаете, закрывается ли моя косметичка? Конечно же нет. Ну и декоративная косметика. Это то, чем я буду наносить макияж все 2 недели. Здесь у меня находятся всякие палеточки, всякая штучка. А здесь кисточки и все вертикальное. Давайте я вам расскажу о средствах быстренько. Кстати, такой лайфхак, замечательный способ проверить, все ли ты взял, что хотел. Это просто-напросто взять и попробовать накраситься этим набором косметики. И если тебе что-то будет не хватать, значит ты что-то забыл. И вот я сейчас точно так же сделала перед съемкой этого видео. Я взяла, сделала себе макияж всеми этими средствами и поняла, что все, я все взяла. Я ничего не забыла. В виде легкой-легкой-легкой-легкой-легкой основы на лицо я взяла Клиник. Помните, может я тестировала ее, это косметика для спорта, то есть она безумно легкая, она просто вот так вот течет. Тем более, что там будет жарко, мы будем двигаться, мы любим такой активный отдых. Также взяла консилер от Nars, пудра от Maybelline. Никак не могла заменить эту палетку. На самом деле из нее мне нужна только маленькая часть вот этого скульптора, но она просто обалденная. Она идеально мне подходит по цветотипу. Остальные три секции мне вообще не нужны. Большая палетка. Но что поделать? Румяны маленькие, я вамазаю ватные палочки. Карандаш для бровей от Be Special. Хайлайтер от Nars, вот в таком вот белом напылении. Тени супер базовые легкие, но в то же время, чтобы я могла себе в любой день сделать какой-нибудь переходик хотя бы. Тем более, у меня будет день рождения. Нужно что-то будет более праздничное сделать. Для этого я взяла еще кое-что, сейчас покажу. Бальзам для губ. Подводка. Супер универсальная помада на каждый день от Maybelline. В таком вот нюдовом светлом оттенке. Гель для бровей. Салфетки от Clinique, которые очень круто пропитаны, напитаны. И одной салфеткой можно снять спокойно весь макияж, даже если он со стрелками, с тушью, с тенями, с блестками. А вот это очень классное сочетание. Это карандаш для губ в красном оттенке. Вы меня видели когда-нибудь с красными губами? И я себе нет. Я не знаю почему, я никогда не делала себе красную помаду, причем я ее не боюсь, как бы нормально все у меня не есть. От Nars красная помада, она прям только-только вот новая еще в Италии. Я буду в красном платье с красной помадой покорять Рим, Генецию, Флоренцию. О, боже мой, это совсем скоро. И вот здесь у меня лежат кисточки, самый необходимый. Тушь вот такую взяла от Clinique, кстати, тоже. Она такая тоненькая, такая удобная. Тем более у меня будут нарощенные ресницы. И только для нижних ресниц она вообще мега удобная. И взяла два карандашика-подводки в бирюзовом и в золотом цвете. Так-то мы с бьюти-частью все. Это вот такой вот чемодан, я его закрою. Я обязательно его закрою, я уже пробовала. Это получается. А, ну и это раствор для линз. Это не только на меня, это на меня и на Денисе, потому что мы оба носим линзы. Давайте теперь собирать одежду. Во-первых, туда пойдет то, в чем я сейчас нахожусь. Платье. Оно немножечко бесформенное. Самое обалденное это его спина. Спина вот такая вот резная, то есть она в таких вот сеточках красивых. Следующее платье это просто обалденная вещь. Мне кажется, для Италии это must-have просто. Красное платьишко. Оно такое миниатюрное. Я очень люблю, когда в той или иной вещи подрезается талия, то есть она подчеркивается. Мне кажется, это очень женственно, утонченно. И получается будут голые плечики, белые шорты. Кстати, я когда закупалась, более или менее закупалась к свадебному путешествию, я поняла, что это так выгодно закупаться в августе летними вещами, потому что я почти все покупала на скидках. Например, вот эти вот шорты стоили 300 или 400 рублей. Они классные, они из завышенной талии, они такие, как я люблю, белые, хорошие. Ой, в эту юбку я просто влюбилась. Она опять же сидит на талии прям так хорошо. И вот, знаете, она кажется короткой, но она не смотрится мини. За счет ее вот этого плотного материала она так стоит прямо вот, вот прям стоит на бедрах и очень гармонично смотрится с любым верхом. Самый популярный вопрос в моем инстаграме, наверное, это откуда эти шорты? Эти шорты вообще из маленького магазинчика в Нижнем Тагиле. К сожалению, они мнутся буквально вот их положить вот так вот и все, они уже мятые. Но они делают образ таким нежным, таким прямо вот утонченным, тоже хорошо подчеркивают талию. На самом деле я не знаю, нужно ли брать такие плотные джинсы для Италии, потому что, повторюсь, там будет там 28, 29, 31 градус. Лучше не использовать, чем нуждаться, так сказать. Поэтому я возьму вот эти вот джинсы. Интересные джинсы. Мне также в них нравится безумно высокая посадка, очень высокая посадка. И талия сидит идеально. У меня это очень частая проблема, когда бедра, бедра у меня достаточно широкие, а талия у меня вообще узкая. То есть мне очень тяжело выбирать джинсы завышенной талии, юбки завышенной талии. У меня просто талия вот так вот висит. Так вот эти джинсы на мне сидят просто как плитые. У меня что, все на завышенной талии? Ну, в общем, это такие брюки, очень легонькие, очень такие летящие. И они клеш. Также здесь лежит такой костюм. Тоже вы у меня много спрашивали о нем, откуда, откуда. Это тоже из Нижнего Тагила, тоже какой-то маленький городок, маленький магазинчик, шоурум был. Мы с мамой вообще выбирали ей платье на мою свадьбу и нашли мне костюм. Белый, в полоску. И также у него идут такие брюки. Достаточно празднично, красиво. Опять же, я не знаю, нужно ли в такую жаркую страну, в такой жаркий период брать такие вещи. Но мне нравится. Зачем я купила иначе, да? Это видео нельзя смотреть Денису. Белые штаны, мне кажется, это универсальная вещь в любой поездке, в любой город, в любую страну. Я решила надеть снова платье, что была без платья, да? Решила надеть снова шляпу. Это такая интересная штучка. Я бы ее никогда себе не позволила, при живом тому же. Но я подумала, что Италия. Я подумала, что лето. Я подумала, что слайд на путешествие. Хотя нет, это сюда не подходит. Это такой топ. Мне кажется, он будет смотреться обалденно, с белыми штанами, завышенной талией. Но здесь немножечко открытое такое декольте. Но я увидела этот топ, и еще там была скидка. И я подумала, что это судьба. Также из топов здесь такой черный космический топ, потому что он в такую белую, как эта штучка называется, тесьма. Далее идут две футболки, которые я купила в одном и том же магазине. Они абсолютно одинаковые, просто разные цвета. Вы тоже о них у меня очень много спрашиваете. Я их спускаю на плечики. Это очень так женственно, красиво, утонченно выглядит. Футболка вроде бы облегающая, но подчеркивает только фигуру. То есть она ее не выделяет как-то слишком вульгарно, а просто подчеркивает. Это магазин Котон. Причем одна у меня размера XS, другая M. Я не знаю, как таким образом вообще получилось. И здесь у нас белый топ, который я не знаю никогда, как надевать. Потому что это вообще фортуна, просто удача какая-то, если я надела его правильно. Подходит абсолютно ко всему, что я только что перечисляла. И, собственно, осталось у нас очень мало. Осталась спортивная часть. Это топ спортивный и леггинсы, потому что я нас знаю. Мы будем по-любому подниматься в какие-нибудь горы, делать что-нибудь. Так что вот это вот неотъемлемая составляющая путешествия. Нижнее белье, я думаю, вас не очень интересует, поэтому я не буду ничего показывать. И два купальника. Один раздельный черный, а один красный такой вот слитный. Также взяла один ремень вот в таком коричневом, светло-коричневом цвете. Ну и, конечно же, шляпка. А, ну еще теплая куртка. Я решила, что вдруг когда-то будет холодно. У меня всего лишь три пары обуви. Еще будут сланцы. Это балетки, такие вот с острым носом. Это для, наверное, дня рождения, для каких-то вечеров. И на каждый день вот такие вот босоножки, сандали с пушочком на плоской подошве. Они безумно удобные. Тоже их купила по акции в Заре. И я так не жалею. Они подходят ко всему. Они делают образ тоже таким мимишным, нежным. Из сумок я беру вот такую поясную сумку от Бочковского. Вот ее здесь носить комфортно ты вообще ее не замечаешь. Но в то же время мелочи сюда помещаются. Но я вот думаю, что все же в путешествиях ты берешь с собой и маленькую камеру, и телефон, и деньги, и ключи, и очки, и паспорт. В общем, набирается нормально всего. Поэтому еще будет рюкзачок. И еще, кстати, для волос забыла сказать, я не могу без этих штук. Это Бейбелис, который делает мне невероятные локоны. А это выпрямитель, который выпрямляет мои волосы. И аксессуаров у меня просто минимальное количество. Это то, что у меня вот здесь вот маленький кулончик. Это сережки. Максимум возьму еще одни сережки более длинные. И две парочков. Мне кажется, в принципе, это реально уложить в этот чемодан. Тем более, что вот эта вот часть, она такая, знаете, обманочка сидит. Как будто бы тут ничего нет. А на самом деле мы делаем вот так вот. И тут столько же места, сколько и здесь. Ну что я могу сказать? Мне кажется, я молодец. Посмотрите, как много места пустого осталось. Просто вся эта верхушка, она не занята. И больше всего мне нравится зацеплять вот эти вот штучки. Это означает, что я закончила. Ну что ж, красотки, спасибо вам большое, что были со мной. Вообще, сегодня 19 число. Это означает, что у меня вчера прошла свадьба. Что она сегодня, в принципе, еще заканчивается. Подходит к концу. Скоро вас ждет много крутых роликов со свадьбы. Так что пока мы будем в свадебном путешествии, ролики все равно будут выходить. Но хочу вас предупредить, что, конечно же, с такой же регулярностью на YouTube я не буду. Максимум, где мы с вами сможем пересекаться, это в Instagram. Потому что, наконец-то, я хочу все-таки отдохнуть. Очень давно я никуда не ездила, именно чтобы отдыхать. Мы даже когда в Индию ездили на полтора месяца зимой, мы брали с собой работу. И мы полностью работали там полдня, наверное. Полдня что-то там исследовали, отдыхали. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что помогли мне собрать мочим дан. Но вам, я, красотке, желаю успешного начала учебного года. Потому что совсем скоро 1 сентября. У меня, кстати, еще с сентября совсем не ассоциируется с учебой. После того, как я ушла на зоочку, мне кажется, что типа, ну, сентябрь, мой день рождения. Поэтому у кого начинается учеба, школа, университет. Желаю успешно начать. Я вас очень сильно люблю. И улыбайтесь чаще, красотки. Субтитры сделал DimaTorzok